Ну что ж, доброе утро, дорогие друзья. Мы вновь с вами. Новости, надеюсь, всех вас порадовали. И мы продолжаем радовать ваше утро и говорить вам с добрым утром. Марина Гест, Степан Арефьев, здравствуйте. Да, ну а тема нашего сегодняшнего эфира – высший класс. И вот, кстати, наши постоянные зрители знают, что на телеканале ОТВ стартовал второй сезон проекта «Лица». И в пятницу мы уже со Степаном объявили именно тех 14 счастливчиков, которые прошли в следующий этап. И о том, что же их ждет дальше, мы узнаем у идейного вдохновителя данного проекта, заместителя директора по спецпроектам «Медиахолдинга ОТВ» Павла Михайлова. Павел Геннадьевич, доброе утро. Доброе утро. Давно мы не видели вас в нашей студии, вы все в работе, в работе. Но теперь давайте пообщаемся. Расскажите. Павел Геннадьевич, смотрите, мы со Степаном уже в пятницу сказали, что прошло 14 участников. Правильно? Вообще на чем основывался выбор? Как отбирали? Ну это была очень интересная история. Те, кто за нами следил онлайн, я думаю, что они насладились этим процессом, потому что всегда интересно смотреть на людей, которые приходят и заявляются. Особенно те люди, которые совсем не представляют, что такое работа телеведущего. И со своими представлениями приходят. У нас, кстати, будет еще и телевизионная версия, мы ее сделаем. Будем по вечерам в августе показывать людям, как это было. Мы выбирали тех людей, у которых есть нечто особенное. Ну, как нынче модно говорить, харизма. Харизма, да. У меня тоже это слово сейчас называется. Харизма. То есть люди, которые знают о том, чем живет город, которые могут выявить какие-то интересные темы, но, естественно, грамотно говорят. И приятные на внешний вид, что тоже немаловажно. Вот. Таким образом мы отобрали из, по-моему, 70 или 80 человек. 70 небольших, можно сказать, редакторов. А в прошлом году сколько было? Больше, нет, меньше? В прошлом году примерно так же было. То есть у нас пока что ровно этот и этот год идет. Вот. Выбрали поровну мальчиков и девочек так, чтобы у нас прям получились пары. Это хорошо. И вот что теперь ждет вот эти 14 счастливчиков? Вот что они? Они сейчас смотрят на экран, думают, что же дальше? Что же дальше? И, Павел Иначе, расскажите. У нас в этом году будут только практические, так скажем, занятия. То есть каждый из наших пар получит возможность выйти сюда, в программу «Наше утро». Кстати, сегодня тоже такую возможность получат. Кстати, уже видел, они сидят и ждут. Уже оболнуются. И они проводят небольшой блок времени здесь, как ведущие. Им уже выслан текст, они сами готовились. Вот. Мы смотрим, как это все происходит. Все пары таким образом пройдут. А дальше наши зрители смогут и какие-то свои обратную связь сдать. А дальше мы, может быть, будем людей в парах менять. И то есть до конца августа мы экспериментальным путем выявляем, какие пары действительно смогут стать ведущими. А все-таки победитель, он будет один? Один мальчик, одна девочка, да? Или мы пока еще не знаем, как мы победителями? Мы не знаем, потому что в прошлом году у нас было, по-моему, 7 или 8 человек среди победителей. Да, в финал выходили 7 или 8 человек. Но на сегодняшний момент на телеканале у нас здесь работает 4 человека. С проекта, да. Вот, Павел Геннадьевич, смотрите, выбрали 14 человек, остались остальные люди. За них сейчас идет голосование на сайте, правильно? Вот. И очень многие говорят о том, что происходит какая-то накрутка голосов. Современные технологии показывают. Даже кричат об этом, потому что я получил от наших участников очень много сообщений и скрин-переписки. 5-6 компаний предлагает каждому участнику накрутить голоса. Но это дело, конечно, наверное, хорошее, но, с другой стороны, я не очень понимаю, за что идет борьба. Потому что, если честно, то те, за кого голосует народ, они не получат возможности стать телеведущими. Они получат возможность выиграть приз от нас и наших партнеров. Павел Геннадьевич, давайте поясним, что голосование идет за все 70 участников. Не за 14 счастливчиков, которые попали в финал. А вот каждый из вас, дорогие зрители, может зайти на сайт. Это 56 тогда уже получается. Нет, там 70. Там 70. Все, 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 все. И просто это приз зрительный симпатия, которому телеканал подарит какой-то замечательный подарок. Там будут мастер-классы, я сейчас не готов сказать, какие. По-моему, мастер-классы по актерскому и ораторскому мастерству, чтобы люди могли каким-то образом совершенствоваться. Так что, дорогие участники, не тратьте ваши денежки. Потому что я как понимаю, что это не бесплатно, правильно предлагается? Ну, естественно, там, я не помню порядок цен, но там за определенное количество голосов определенные деньги. Не подвергайтесь этим ловкам, у нас на нашем канале всегда все по-честному. Правильно, Палкин? Да. Сайт 1обл.тв, туда можно зайти, там есть баннер, голосование, заходите, кликайте. Можно посмотреть видео с кастинга, ну, то есть, чтобы понять, за кого голосовать. Вот, ну и там дальше просто лайкнуть и все. Ну что ж, большое спасибо. Спасибо вам большое. За утренний визит, да. Я напоминаю, что у нас в гостях был Павел Михайлов, заместитель директора медиахолдинга ТВ по спецпроектам, идейный вдохновитель проекта «Лица-2», уже можно так его назвать, да? Да, ну а мы переходим к другой теме, и далее у нас рубрика «Садовая история». Вот как защитить грушевые и вишневые деревья от болезни? Давайте узнаем прямо сейчас.